Эту избирательную кампанию в Гордуму называют одной из самых конкурентных в истории. Первое заседание 8-го созыва. Из 40 народных избранников только 16 представителей 7-го созыва. Впервые в Гордуме появилась новая фракция. Теперь их 5. Единая Россия, Справедливая Россия за правду, ЛДПР, КПРФ и Новые люди. Как и в прошлом созыве, 31 мандат взяли единороссы. Это абсолютное большинство. Все депутаты разных возрастов. Те, кому еще нет 30 лет и те, кому за 60. Все представляют разные сферы. В этот раз мы усилили социальный блок врачами. Я думаю, что это позволит улучшить оказание медицинских услуг в городе Барнауле. Также у нас промышленники, бизнесмены, образование, культура. И это нам позволит профессионально работать в Барнаульской городской думе на благо наших жителей и на развитие нашего города. На первом заседании депутаты большинством голосов выбрали председателя Гордумы. Им стала Галина Буевич. Она возглавляла думу в прошлом созыве. Независимо от того, представлена фракция 31 человеком, как фракция Единая Россия, либо фракция представлена двумя депутатами. За каждым из них стоят барнаульцы. Жители должны понимать, отдали они голос этому депутату, они должны понимать, что они к нему всегда могут обратиться и получить очень внятный ответ. И депутат не просто имеет право, он обязан представлять их интересы. Также депутаты проголосовали за нового заместителя председателя. Замещать Галину Буевич будет Андрей Солодилов. Кстати, он является депутатом Гордумы с 2004 года. Работал в составе 4, 5, 6 и 7 созывов. По его словам, уже сейчас депутаты начинают работу с жителями Барнаула. Мы будем смотреть, что можно решить в ближайшее время до наступления зимнего периода. Что можно решить за счет бюджета. Что-то можно будет решить за счет вхождения в какие-то программы федеральные или местные. Может быть, какие-то программы будем решать по своей квартирной преднадлежности. Несмотря на разные политические взгляды, депутатам предстоит сообща решать главные городские проблемы. Участие в программах, реконструкция коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья и не только. И, конечно, уже в ближайшее время нужно сформировать главный финансовый документ – городской бюджет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...